Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Сегодня вы, как всегда, узнаете ответы на самые разные вопросы и сюжетов. Но сначала нам покажут анонсы, зашифрованные, которые трудно разгадать, а иногда невозможно. Но не ставят подать духом, главное выдвигать идеи и верить в свою удачу. Поехали! Начнем с самого первого. БЖУ? БЖУ? Ты что-то понимаешь? Если честно, нет. Похоже на жжание пчел. БЖУ? Да, что-то вроде звукоподражания. Кто забыл, этим словом называют всякие кап-кап, тук-тук, бабах или бум-бум. А звуки животных, вроде гав или мяу, тоже звукоподражания. В общем, я так понимаю, мы сейчас увидим сюжет о пчелах или пчеловодстве, или о осах и шмелях. Они же тоже сюжет. Возможно, это не русское звукоподражание. В разных странах эти звуки слышат по-разному. У нас, к примеру, кукареку, а в Англии кока-ду-ду-ду. Ничего себе! А ведь уши у всех устроены одинаково. Неужели дело в языке? Наверное. Добрый день, ребятушки! Здоровый образ жизни – это не только физическая активность, но и питание. Поэтому сегодня поговорим именно о нем. Так как детям и подросткам обычно еду готовят родители, то позовите их экраном, им тоже будет полезно это услышать. Вся еда, которую мы едим, состоит из трех маконутриентов – белков, жиров и углеводов. Сегодня поговорим про белки. Эти вещества состоят из аминокислот. Аминокислоты можно разделить на две группы. Незаменимые и заменимые. Незаменимые – это те, которые мы можем получить только из еды. Заменимые же наш организм может сделать сам. Многие думают, что белки нужны только для того, чтобы нарастить мышцы. На самом деле, он выполняет очень много важной работы в нашем организме. При недостатке белка у человека могут возникать проблемы с кожей, волосами, ногтями. Может возникать бессонница, головные боли, перепады настроения. И все это только из-за дефицита белков. А тем, кто растет, то есть детям и подросткам, особенно важно добирать норму белка. Потому что это может сильно сказываться на их физическом и интеллектуальном развитии. Вы можете спросить, в каких продуктах содержится белок. Пищу, богатую белком, можно поделить на две группы. Пища животного происхождения и пища растительного происхождения. К пище животного происхождения, богатой белком, можно отнести мясо, морепродукты, рыбу, яйца, воров, сыр и так далее. К пище, богатой белком растительного происхождения, можно отнести чечевицу, тыквенные семочки, различные каши, фасоль, горох, нут и так далее. Предпочтение лучше отдавать белку животного происхождения. Потому что в белках животного происхождения незаменимых аминокислот гораздо больше, чем в белках растительного. А чтобы белок лучше усваивался, вы можете разделить суточную норму белка равномерно между всеми пьемами пищи, добавив к ним клетчатку, который много содержится в овощах, и зелени. А теперь самое главное, сколько же нужно употреблять белка. Норма белка следующая. От 7 до 10 лет около 3 грамм белка на килограмм собственного веса, от 11 до 13, около 2,5 грамм, и от 14 до 17, соответственно, около 2 грамм белка на килограмм веса. Для грамотного подсчета количества белка нам помогают этикетки на упаковках продуктов. На них обычно написано количество белка на 100 грамм продукта. Это очень важно, потому что разные продукты содержат разное количество белка. Так, например, в 100 граммах 5% творога будет около 17 грамм белка, а в 100 граммах, например, куриной грудки будет около 24 грамм белка. Очень важно понимать, что количество белка, указанное на этикетке, подразумевает именно содержание белка в сыром продукте. Так, например, при приготовлении 100 грамм сухой гречки, в которой содержится около 13 грамм белка, мы получим 300 грамм готовой гречки, в которой также останется 13 грамм белка. Даже с учетом того, что предпочтение мы отдаем животному белку, все же пища растительного происхождения, содержащая белок, обязательно должна присутствовать в нашем рационе, потому что там содержится большое количество минералов, витаминов, антиоксидантов и других полезных элементов. Питайтесь вкусно, а главное – полезно. Всем здоровья и до новых встреч! Так это была аббревиатура. БЖУ – это белки, жиры и углеводы. Ой, так это целый квест. Найди в тарелке белки. Так это совсем не другое тому, кто внимательно смотрел сюжет. А что такое лепота? Это зашифровано во втором анонсе. Ты что, не смотрела фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Он все понятно объяснил. Ух, красота-то какая! Лепота! Значит, будем смотреть на красоту. Природа. Выставка картин. Пока смотрят. А я думаю, старинное слово «лепота» не случайно выбрали. Может, эту лепоту слепили? А, лепнина? Ну да. Ей дворцы всякие украшают. Особенно потолки. Смотрим. А вы знали, что на создание этого мультфильма ушло более 800 килограммов пластилина? А эти стулья, столы и вентиляторы, не поверите, тоже из пластилина. А чтобы создать, а точнее слепить этот сад цветами и деревом в натуральную величину, понадобилось 2000 человек, 2,5 тонны пластичного материала и 6 недель работы. Интересно, а где добывают пластилин? Может, в пластилиновых шахтах? Или все же его кто-то специально изобрел в лаборатории? Материал для лепки, похожий на современный пластилин, появился примерно 150 лет назад. И состоял он всего из двух компонентов – белой глины и парафина. А до этого лепили либо из одной глины, либо из воска. Но глина постоянно липла к рукам и быстро высыхала. А воск при малейшем повышении температуры и вовсе становился жидким. Ну как тут творить? Поэтому кто-то додумался смешать сухую глину с парафином. И, о чудо, получилось то, что надо. Мягкий, податливый и не застывающий материал пришелся по душе не только взрослым, но и детям. Они с большим удовольствием лепили из пластилина кошечек, собачек и зайчиков. Кстати, лепка – довольно полезное занятие. Оно развивает творческое мышление, мелкую моторику рук и благотворно влияет на нервную систему. Сегодня в составе пластилина – высокомолекулярный полиэтилен и каучук. А сколько видов самого пластилина? Глаза разбегаются. Помимо обычного, есть скульптурный. Его используют для освоения техники создания скульптур в художественных школах. Плавающий пластилин. Он очень мягкий, эластичный и легко принимает нужную форму. А еще в воде не тонет. Кораблики и кувшинки лепим именно из него. А это шариковый пластилин. Он очень легкий, воздушный и совсем не липнет ни к рукам, ни к волосам, ни к предметам. А еще бывает пластилин восковой, перламутровый и флуоресцентный. Он, кстати, светится в темноте. С таким разнообразием креатив не хочу. А эти серьги, браслеты, броши и сувениры сделаны из полимерной глины. Она напоминает натуральную глину, но не требует высокотемпературной обработки и прекрасно застывает даже на открытом воздухе. А уже потом застывшие изделия можно шлифовать, разрисовывать и сверлить. В составе полимерной глины поливинилхлорид и пластификаторы. Они-то и придают ей пластичность. Так что, если вы достигли определенных вершин в пластилиновом деле, смело выходите на новый уровень. Беритесь за полимерную глину. Уверена, результат вас приятно удивит и порадует. А какие подарки можно из нее сделать? Запоминайте идеи! Никогда не задумывалась о том, из чего сделан пластилин. Открыли тайну веков. Но сегодня у пластилина есть конкурент. Это слайм. А он из чего? Слайм, как правило, состоит в основном из полимера и бура. Вместо камеди могут использоваться другие полимеры, например, клей, а вместо буры – любой загуститель. Если игрушкой играть допустимое время, не брать ее в рот, не облизывать, не кусать, то слайм не несет с собой опасности. Если придерживаться всех правил, то лизун может быть полезной вещью, с помощью которой можно развить мелкую моторику рук, творческое мышление, а также укрепить мышцы кисти рук. Его иногда и мыть надо. Обязательно. А третий анонс – мисс оптимизм. Хм, мисс оптимизм – это, кажется, вера в то, что все будет хорошо. А пессимизм – значит, все будет плохо. Мисс оптимизм. Это, скорее всего, какой-то конкурс красоты. Музыка Колби Кейлот – это коктейль из доброты, с сантиментов и юмора. Смех – лучшее лекарство, и Колби точно знает, как его применить. Родилась она в Малибу, на берегу моря, где солнце светит круглый год. Вероятно, это и вдохновило ее на создание такой светлой и оптимистичной музыки. В детстве Кейлот брала уроки игры на фортепиано. В 11 лет она была очарована игрой поющей американской актрисы Лорин Хилл. Колби поняла, что хочет стать певицей и занималась вокалом. В 11 лет она впервые выступила на сцене. Позже стала писать свои песни и однажды разместила их на своей страничке в соцсетях. Откликов не было, пока Кейлот не загрузила трек под названием «Бабли». За 4 месяца зафиксировано 14 миллионов прослушиваний, и звукозаписывающие компании сразу же заметили юный талант. В 2007 году она выпустила свой дебютный альбом под названием «Коко», и он стал настоящим хитом благодаря песне «Бабли». Колби Кейлот выпустила 7 альбомов и получила немало наград. Поет о самом главном – о любви, дружбе и вообще о жизни. Кстати, Колби еще и защитник природы, и призывает нас заботиться о планете. Ее песни всегда запоминаются. Послушаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...